Ученик третьего класса Лев рассказывает с кашей и компотом знания усваиваются гораздо лучше. Вместе с другими ребятами начальных классов теперь он получает в школе бесплатные завтраки. Мне нравится каша, какао, рис и все. В прошлом году дети питались в школе неохотно, рассказывает директор учебного заведения Алексей Чавелев. Готовить в старом пищеблоке было невозможно, а за время доставки из комбината школьного питания пища остывала. Теперь пищеблок отремонтировали, завезли новое оборудование и мебель. Как и результат, количество желающих получать школьное питание возросло на треть. Вся общественность отнеслась еще в январе после послания президента, когда было заявлено, что все ученики начальной школы должны быть обеспечены горячим питанием. Все, естественно, это с энтузиазмом восприняли. Ну и, конечно, благодаря и губернатору, и сплоченности всех коллектив школ, мы смогли выполнить эту задачу и с начала учебного года организовать бесплатное питание для учеников начальной школы. Анна Гапонова рассказывает, раньше и знать не знала, чем кормит ее ребенка, хотя за завтраки исправно платила не менее тысячи рублей в месяц. Теперь мало того, что питание стало бесплатным, так еще и меню Анна составляла вместе с другими родителями. Мы прошли в столовую, там были накрыты столы, то есть мы попробовали все, что там было. То есть все очень вкусно, съедобно. Директор учебного заведения говорит, опрос ребят показал, более половины завтракать дома утром не хотят, либо не успевают. А это вредно для растущего организма. Теперь за здоровье учеников можно не переживать. А чтобы избежать заражения, классы рассаживают по разные стороны столовой. Сократили и количество детей за столом с шести до четырех человек. Виктория Шаре, События.